Директор Одинцовской школы хореографии Ирина Харитонова приходит к Оксане Пушкиной уже второй раз. Она просит оказать помощь по устройству своей ученицы в один из московских вузов культуры и искусства по квоте. Дело в том, что талантливая девочка воспитывается в малообеспеченной многодетной семье. Девочка сама по себе хорошая. Мы попробуем привлечь людей, которые должны этим заниматься. Минист культуры может помочь, а олимпийская чемпионка, да, и это может помочь. Попробуем это. Если нет, они говорят, или у них не получается, тогда последнюю же я тогда буду звонить. Анастасия Косилова уже почти два года не видела сына Марка. После развода с мужем мальчик по решению суда стал проживать с ней. Однажды отец ребенка забрал сына из детского сада и увез в неизвестном направлении. Так как мужчина не лишен родительских прав, Анастасия не может объявить ребенка в розыск. А судебные приставы не могут найти его место жительства, поскольку по указанному отцом адресу он не проживает. Ребенка уже семь лет, я не видела его с пяти лет. Это как раз такой возраст мягкий, когда можно настолько повлиять на психику, естественно, он на предостроение. Это за неделю можно сделать, да. Как бы я очень хотела забрать ребенка, очень прошу помощи. Она даже не плачет, видишь. Ну, потому что я уже это все переболела. Или хотя бы начать общаться, да, с помощью органов опеки, но, к сожалению, пока вообще ничего не происходит. В день приема жители также обратились к Оксане Пушкиной за помощью в трудоустройстве и пожаловались на неправомерное решение суда. Каждую из обозначенных ситуаций депутат взяла на личный контроль. Я включаю ручное управление. Это плохо. Должна работать система. Но пока это самое удачное из всех способов. Поэтому, да, я звоню сразу, если я понимаю, что вот мой коллега в той или другой исполнительной ли власти, либо мой депутат на месте, он может решить это быстро и оперативно. Я соединяю людей. То есть я вообще, в принципе, работаю таким образом, чтобы человек ушел от меня не просто там выплакался, а все-таки с планом действий на эту жизнь. Личное общение с жителями позволяет депутату не только адресно решать их проблемы, но и быть в курсе всех событий своего избирательного округа. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».